Здравствуйте, меня зовут Владимир, я житель Октябрьского района. И на сегодняшний день существует очень большая проблема с детскими садами. Вот на сегодняшний день у меня ребенку 4 года, он до сих пор не может попасть в детский сад. Где вы живете? Мы живем на улице Лесной, это микрорайон Удачный. Вот по проекту в этом микрорайоне должен располагаться детский сад. На сегодняшний день никаких детских садов поблизости нет. Ближайший к нам детский сад находится в Академгородке. Буквально на днях мне пришло направление на детский сад. И вы не поверите, нам дали детский сад на улице Норильской. Но это конечно, если по прямой, это очень близко. Даже имея автомобиль, ну не каждый может себе позволить возить ребенка в детский сад на машине. Даже имея автомобиль в семье, будете на дорогу затрачивать около часа. Туда и часа обратно. Вот. И мы обращались к управлению образованием Октябрьского района. На что нам сказали, распределение производит на сегодняшний день не работник управления образованием, а автоматически происходит распределение, тогда возникает вопрос. А для чего там люди вот эти, которые находятся на сегодняшний день, зачем они занимают свои посты? Для чего они получают зарплату? Когда невозможно найти не только ближайший детский сад, а просто у нас на сегодняшний день занимается, как мне сказали, искусственный интеллект. Тогда сложите свои полномочия. Давайте будет всем заниматься искусственный интеллект. И тогда вы, если не хотите брать на себя ответственность, тогда мы будем, как родители, брать на себя ответственность, тогда ваша структура совершенно будет не нужна. Давайте работать как положено. Как было распределение вручную. Если живет человек в удачном, дайте ему ближайший детский сад. Ну и хотя бы, я не знаю, второй по удаленности. Представьтесь, насколько важно для вашей семьи определить ребенка в детский сад. Да очень важно. Мы оба работаем. Ребенка деть некому. Если есть бабушка, то это очень далеко. Каждый день возить к бабушке и забирать оттуда, но это вообще не вариант. Частный детский сад, да, но тогда ты отдаешь зарплату за частный детский сад. А зачем тогда, в принципе, работать? Тогда сиди дома. Смысла нет. Одно на то и выходит. Вот дали нам этот детский сад. Мясокомбинат. Норильская 60. Да, через гору можно перелететь на вертолете, но у нас нет этого вертолета. Дайте тогда жителям вертолет, чтобы возить детей в детский сад. Опять же, в управлении образованием сказали, на мой вопрос решить тогда вопрос доставки ребенка в учреждение в детское. Они сказали, что это уже прерогатива родителей, поэтому здесь наши полномочия, как говорится, все. Если вы не берете на себя ответственность ни по доставке детей, ни нормальному укомплектованию в детские сады, тогда ваша организация, чем она вообще занимается? Ответьте мне вот на вопрос. Вот сейчас приходится сидеть в интернете, искать объявления родителей об обменах детских садов. И сидишь, и просто не вылезаешь из телефона и ищешь. А таких людей очень много и найти невозможно. Нюансов очень много. Кому-то групповые принадлежности детей, разница рождения детей до 1 сентября и после 1 сентября. Вроде бы детям одинаковый возраст, там 4 года. Но один родился 30 августа, а второй родился 1 сентября. И они попадают в разные группы. Поменять невозможно, нельзя. А помочь нам никто ничего в этом не может. Сами на себя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.